Поля в клуб Субтитры сделал DimaTorzok За моей спиной туристический комплекс старинного русского города Суздаль Где в середине февраля состоялся второй национальный фестиваль русской сказки Который собрал очень много детворы, конечно же их родители Сюда приехали гости, приехали гости из разных городов России Очень много было гостей из Владимира, из Иванова Конечно же были суздальцы или суздальчане, кому как угодно Но и было очень много гостей из Москвы И наш блевклуб тоже, кстати, был в качестве гостей на этом фестивале Здесь, конечно же, показывались очень многие кинофильмы, киносказки Режиссеры представляли их, были встречи с артистами И эти встречи у нас еще сегодня в программе будут Но вот на этой аллее памятников сказочным героям У этого памятника, по-моему, Змею Горынычу, потому что три головы Мне хотелось бы вспомнить одну такую сказку 21 века Из моего любимого журнала «Красная бурда» Однажды дед утром приходит на стоянку Заводит свою машину, жигуленок, копеечку Заводит, подзаводит, не заводится машина Позвал бабку, пришла бабка, посмотрела стартер Опять попробует заводить машину, не заводится машина Позвали внучку, пришла внучка, поменяла бегунок в стартере, в трамблере Заводит, подзаводит машину, не заводится копейка Позвали жучку, прибежала жучка, поменяла масло Все равно машина не заводится Позвали кошку, пришла кошка, поменяла провода, поменяла свечи Все равно машина не заводится Тогда позвали мышку, прибегает мышка, осмотрела машину Ну и говорит, да кваджа репка в глушителе, машина не заведётся. Вот такая сказка. А пока давайте окунёмся вот во смеру этого прекрасного праздника Второго национального фестиваля русской сказки в старинном русском городе Суздаль. Едут тройки, истяношки, птица-палка на ветре. Денький праздник русской сказки, ешь на Суздальской земле. Будет радость, будет трудо, и весёлый карнавал. Если ты приехал в Суздаль, значит, в сказку ты попал. Если ты приехал в Суздаль, значит, в сказку ты попал. Карнавал — это мир волшебный добрый сказки. Радуги, тяной, тужа, жамаски, приглашаем вас на карнавал. Карнавал — пляшет и поёт с утра до ночи. Каждый может стать, и он замолчен. Словно, кто раз всех потолковал. Поля в клуб. Да. Олег Павлович, ну, я думаю, что фестивальная жизнь всё-таки достаточно напряжённая. Я смотрю, что от встречи, переговоры, интервью, наверное, нет даже возможности отдохнуть. Поэтому мне вот так вот буквально после завтрака удалось вас оторвать от стола. И хотелось бы попросить, может быть, какую-то, ну, забавную историю на съёмках из жизни. Ну, может быть, связанную со сказкой, а может быть, даже и нет. Что касается сказки, то тут сложнее. Но вот, наверное, может быть, из такого, ну, детства, что ли, актёрского. Это рассказ, который мне достался от Николая Владимировича Литвинова. А дядя Коля Литвинов, это был человек, голосом которого разговаривали с детьми вот на протяжении, наверное, сороковых и кончаясь семидесятыми годами. Здравствуй, дружок. Вот это всё. Ну вот, а он рассказывал мне о том времени, когда радио было живым. То есть люди в режиме живого времени вещали, значит, вот. То, что сейчас называется прямой эфир. Да, да, да. И вот они, значит, уже идёт, началась там. И опаздывает Осип Наумович Абдулов. А Осип Наумович Абдулов был, так сказать, ну, в каком-то смысле хром. И, значит, опаздывает, 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 опаздывает. А уже пошёл эфир. И, значит, вдруг... Где, где, где? Здравствуй, дорогая моя! Сказал он, шёпотом обращаясь к жене. Радио, оно знаменито такими казусами. Ну, не только этим, а вот, скажем, про то, как я начинал на радио. Я на радио начинал с роли комара. Я был ещё студентом третьего курса, и, наверное, большего трудно было ожидать. Чтобы не доверили. Ну, да, доверили. Поэтому дядя Коля сказал, ну, давай. Чего? Ну, ты комар. Ну, что? Это должен быть песклявый, наверное, голос, да? Нет. Тогда он смотри. Смотри. И вот так. Много-много минут. Ну, вот. Так что это вот опыт, который бесценно давался. А, может быть, ещё и потому, что там было очень много талантливых людей собрано. Дядя Слава Плят, Фаина Георгиевна Раневская, Цейц, Вестник, Дудник, Понсова, Грибов, Алёша Покровский, Погоржельский. Ну, как сказать. Вот главное, так сказать, наверное, кроме заработка всё-таки для них было, вот это вот то, что называют негры, джемсейшн. Они возбуждали друг друга. Когда рядом. Да. Вот они играют, играют. И когда я так играю, что тебе уже хочется сыграть что-нибудь такое. Мало этого. Шиком, или, как бы сказать, уже вот высокой пробой умения было вот самому сыграть, а потом ещё сделать что-нибудь такое. И уйти. Так что вот, пройдя через все вот эти вот уроки, испытания, человек со временем становился профессионалом. Олег Павлович, ну и можно вот, вы сами сказали, вот раз уж профессионал, да, тем более, что я смотрю сейчас вот в тельняшке, и у меня сразу вот, ну вы уж извините, я вот хочется вас попросить голосом кота Матроскина. Ну я уже исполнял это вчера, это такой номер для детей. Обычно в посольствах, вот когда, когда за границей бывает, что там залы культурные маленькие, там человек на 50, да. И детям несчастным нет места, не могут они, потому что мамы, папы сидят там, посол, да. И детишки на коленях стоят впереди, перед первым рядом. И вот тоже спрашивают, дяденька, скажите что-нибудь. Ну, это цитата из фильма Володи Попова. Значит, как она называлась? Ну, короче говоря, простогвашина. Ну вот, там они подписку проводят в простогвашину. Значит, один дядя Фёдор подписывается на Мурзилку, Шарик подписывается на Охотничье хозяйство, а Матроскин говорит, я не на что подписываться, не буду, я буду экономить. Всё. Мурзилку. Мурзилку. Дорогие друзья, в свободную минуту участников фестиваля можно было увидеть совершенно разными предметами в руках. Ну, например, кого-то можно было увидеть с микрофоном, кого-то можно было увидеть с бутылкой минеральной воды. Ну, а кто-то в свободную минуту, предоставившись свободную минуту, брал в руки гитару. Вообще, гитару брали в руки очень часто, потому что действительно атмосфера на фестивале была прекрасна. И вот сейчас гитара, как музыкальный инструмент, в руках у директора издательства «Самовар», одного из организаторов фестиваля русской сказки в городе Суздаля, Александра Алира. Александр, ну, я думаю, что, наверное, должна быть какая-то, может быть, сказочная песня. Должна, наверное, быть такая песня. Начнём с песни. Начнём с песни, а потом ещё что-нибудь расскажем. Такая песня наших пионерских дней, Серёж. Шёл парнишка по опушке, сам не знал, куда. По пути поймал лягушку около пруда. И, открыв глаза, та сказала вдруг, отпусти меня. И на волю, друг, требует, что тебе надо, Я помочь буду рада, выполнить желания твои. Наш парнишка три желания загадать не смог. Попросил на первый случай золото-мешок. Он теперь богат, но судьбе не рад. Деньги, жизнь его превратили в ад. Требой, что тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Требой, что тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Захотелось парню власть здесь, в краю родном, В тот же день он на собрании избран королём. Но не в этом ссорь, в сердце парня бой, Вновь в пруду идёт молодой король. Требой, что тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Требой, что тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Здравствуй, милая лягушка, сердце оживи, Вместо золота и власти дай ты мне любви. Красиво. Модуляция. И лягушка вмиг свой сменила лик, Видит наш король, ёлка, девушка стоит и говорит, Раз любви тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Раз любви тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Шёл парнишка по пушке, сам не знал куда, По пути поймал лягушку около пруда, И открыв глаза, так сказала вдруг, Отпусти меня, ты на волю, друг, и вместе. Требой, что тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Требой, что тебе надо, я помочь буду рада, Выполнить желания твои. Операторы не подпевают. Прекрасная, прекрасная песня. Кстати, очень поучительная. Вообще во всех сказках вот есть... Есть шанс. Три шанса. Они как бы учат чем-то. Но на самом деле... Помнишь вот этот анекдот, как рыбку эстонис поймал, да? Да, да, да. Он этот шанс, расскажи. Не, не, я просто не могу... Золотая рыбка. Насколько так, что не помню, Я думаю, что мы Сергея Дитятева, Которого мы запишем в вопросе. Мы попросим вам рассказать этот анекдот. Но на самом деле я должен сказать, Что мы вот даже ночью в коридорах Туристического комплекса города Суздале Мы все время пели, мешали спать, Люди выходили все время жалуются, Что в ориоте. Кто-то подпевал. А вот сейчас мы пели во время тихого часа. Потому что вип-персоны, которые были на этом фестивале, Они тоже иногда после обеда отдыхали. Но, по-моему, мы кого-то разбудили. Слушай, Сереж, а кто тут орал так? И с тошным голосом каким-то. Виктор Александрович, ну на самом деле, Я вам должен сказать, Что это мы просто вот немножко репетировали. Но поскольку раз уж мы вас, я так понимаю, разбудили, То я хотел бы нашим зрителям представить Известного художника, Который оформил немало книжек, сказочных книжек. И кроме того, это автор олимпийского мишки, Вот того самого, в 80-м году, Виктор Александрович Чижиков. Виктор Александрович, ну и хотелось бы историю, Но поскольку вот вы художник... Сейчас я еще должен отойти от того ора, Который вот здесь был. А потом расскажу историю. Песня и про любовь, и про сказку, и про все. Какую-нибудь историю, да? Хорошо. Сейчас я возьму фломастер. И выхожу в фломастер. А я пока готовлю плакат. Хорошо. Договорились. Вот у нас совершенно случайно мы тут приготовили лист ватмана. Я так понимаю, для этого... Мольберт. Да. Да. Значит, я хочу рассказать про моего друга, Замечательного художника книги, Вениамина Николаевича Лосина. У него сейчас, кстати, выставка проходит. Если он себя увидит по телевизору, ему будет приятно. То есть не себя, а меня, когда я говорю про него. Про него. Значит, в те советские времена художники ездили в Дома творчества. Когда до выставки в Болонии, предположим, оставалось месяца два, собирали всех художников детской книги. И мы собирались в Паланге или в Динтере. Вот в очень таких хороших условиях. Прибалтийских условиях. Да, прибалтийских условиях. И там мы рисовали иллюстрации к книгам. И вот вести с собой энциклопедии или не вести. Вот надо узнать у Лосина. Если он едет, то мы тогда все энциклопедии оставляем дома, потому что он все знает. Нет смысла тащить тяжеленные книги. Энциклопедии, это, как правило, такие фолианты. Если едет Лосин, все энциклопедии остаются в Москве. И, в общем, звонят. Веня, ты едешь? Он говорит, я еду. Все, ребята, оставляем энциклопедию. И вот мы приезжаем, нас расселяют там в Паланге. Значит, все. Начинается работа. Прибегает художник-харьковчанин. Слушай, Венька, как выглядит выхухоль? Выхухоль, говорит Лосин. Тебе в период линьки или в обычном состоянии? Давай в обычном состоянии. И Лосин ему на листе бумаги легко набрасывает выхухоль. Да. Вот. Значит, прибегает литовская художница, раса Дочкуте. Вот. Так как у нее черные волосы, то Лосин ее всегда звал черная раса. Вот. И, значит, прибегает и говорит, милый Венька, как рисуется ваш русский национальный инструмент горн? На нем у меня в книжке должен играть пионер. Значит, наш русский национальный инструмент горн рисуется вот так. Смотри, раса, внимательно. Говорит, Лосин и рисует. Вот. Вот здесь, значит, раз, труб. Потом вот так идет горн. Так, так. Вот. А смотри, раса, внимательно. А вот здесь вот мундштук, который рисуется вот так. Так, вот мундштук. О, нет-нет. Мундштука не надо. Это будет у пионера в горле. А, ну если в горле, то тогда наш русский национальный инструмент горн рисуется так. Ага. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот так вот. Вот такой у меня есть прекрасный друг Вениамин Лосин. А чё, замечательная история, Нектанкович. Главное, что она проиллюстрирована вами. Спасибо вам огромное. И извините за то, что разбудили. Серёж, тебе кричать в этом коридоре я разрешаю в любое время. Поля в клуб. Да. Ну, а рядом с этой ледяной глыбой мне хотелось бы сделать маленькие пояснения. Это памятник Кащею Бессмертным. Да, вот, посмотрите, это нос, это вот бородка, это глазки. Всё дело в том, что вторым президентом, президентом второго национального фестиваля русской сказки в городе Суздаль был избран, проотчётно был избран Кащей Бессмертный. Потому что на первом фестивале президентами были избраны три бабы Иги. И вот по поводу Кащея Бессмертного сразу ему открыли памятник, увековечили, можно сказать, президента. Вот, я вспомнил такую забавную историю. Однажды, это, наверное, года три-четыре назад на школьных каникулах мы играли новогоднюю ёлку в Ледовом дворце, вот, на улице Гагарина. Я вспоминаю такой забавный случай. Кащея Бессмертного играл замечательный петербургский артист Евгений Теличеев. Вот, и последняя ёлка. И всегда хочется, как это так немножко, как артисты называют, позеленить, тем более, что мы вообще все эти ёлки, а играли на протяжении двух недель, играли в основном для мам. Потому что, ну, здесь ничего, как говорится, для мам-то интереснее работать. Вот, и шутки соответствующие были. И вот, значит, я звоню, я забыл, как по-украински будет Кащея Бессмертный. Вот, звоню, значит, а на самом деле Кащея Бессмертный будет Кащик невмирущий. Кащик невмирущий. Вот, я звоню, значит, Сергею Рогожину, забыл Кащик невмирущий. Серёжа, напомни, пожалуйста, как по-украински, ты же всё-таки с Украины, у тебя замечательный голос дивный, как будет Кащея Бессмертный? Он, недолго думая, говорит мне, Кащея Бессмертный будет злый день писюкатый. Я как-то сразу запомнив эту фразу, вот, и на представлении Теличеева говорю, Ну, а вы, Кащея Бессмертный, по-украински злый день писюкатый, свои силиконовые пальцы не очень-то растопыривайте. Я смотрю, такая отвисшая челюсть Жени Теличеева, потому что он, по-моему, не очень понял перевод. Мама, естественно, там в восторге. И потом, после представления, прихожу домой на автоответчике, такой тревожный голос Сергея Рогожина говорит, Серёжа, Серёжа, извини, я перепутал. Злый день писюкатый, это по-украинскому перевод сексуальный маньяк. А Кащея Бессмертный, это Кащик невмирущий. Так что вот такой забавный случай случился вот с Кащеем Бессмертным однажды у нас на новогодней ёлке. А это ему памятник. А как он смотрится вечером в подсветке. Ох, все суждальцы просто приходили и любовались на него. Ну, дорогие друзья, рядом со мной популярный артист театра и кино Игорь Ливанов. Вот, Игорь, и я так вот понимаю, что просто, можно на той, да, ты просто обожаешь, вот я так смотрю, анекдоты, потому что на галлопредставлении ты больше всех рассказал, два сказочных анекдота. Не, я хотел бы рассказать анекдот. Вот Сергей Дитятев, он просто неожиданно там какие-то дела в Москву, он уехал, а я просто обещал в кадре рассказать анекдоты, когда Эстония, значит, там где-то у себя там на реке Нарва сидит, значит, ловит рыбу под лёдной рыбалкой, значит, вот он поймал первую, значит, золотую рыбку, та и говорит, я выполню три любых желания, отпусти, он её бах об лёд и бросил. Вторую, значит, поймал, она говорит, выполню три любых желания, он её бах от лёд и опять выбросил. Уже пятую, шестую и вся та же участь, он ловит уже, как бы поймал седьмую, она говорит, ну я не знаю, что делать, рыбка говорит. Он говорит, только не говори по-русски. На самом деле, Игорь, хотел бы попросить, рассказать какую-нибудь, ну, я не знаю, историю. Анекдот, да, могу. Я анекдот тоже. Сказочный анекдот. Мальчик с пальчик пошёл давать кровь. Какая нелепая смерть. Тоже какую-то историю. Историю, хорошо. Дело в том, что я работал в театре Василия Борисовича Ливанова, детектив назывался. Я играл Яхима Лиса, это было по фиолю, поставлен мюзикл, я был режиссёром этого мюзика, играл главную роль, музыку написал Гладков. Геннадий Игоревич совершенно замечательный, ну, классик. Ну, классик, да. Ну, замечательная была сказка, и параллельно Андреев, Андреев, Вадик Андреев, который баламут, такой полненький актёр, замечательный, он репетировал в нашем же театре Гамлета. Гамлета. Великая роль. Да, а в этом спектакле он играл Барсука Бонифакция. И первое его появление в «Маске» он играл в пару с Валей Смирницким. Смеётся. С Валей Смирницкий, вот такой вот нос. Вот, и он, первое появление, он выползает. Барсук. Потому что у него украли 10 банок малинового варенья, и он, а-а-а, украли. И вот Вадик Андреев выползает, я стою и спрашиваю так, что зритель не слышит. Я говорю, что с вами, принц? И он как вот выполз. Ну, принц, гамлет датский. Да, да, да. Он выполз. Без тени отца. И обратно. Он не мог уже. Что с вами, принц? Вот и вся история. Ну, а ещё один сказочный анекдот. Про Кощей Бессмертного. Это ж президент нашего фестиваля. Что, повторить вчерашний? Ну, конечно. И зритель-то его не помнит. Здрасте. Кощей Бессмертный попал под колёса Камаза. Потом он утопился. Потом повесился. Потом застрелился. В общем, день провёл. Замечательно. Игорь Иванович. Спасибо. В день фестиваля русской сказки в кинозале, после демонстрации фильмов, сказок, после представлений, я обратил внимание, что всё время задерживался один человек. Когда уже все уходили, он доставал какие-то бумаги. Видно, вот всё-таки вот эта напряжённая атмосфера фестиваля давала ему возможность только здесь, в тишине кинозала, потворить. Ну, наверное, все вы уже догадались, что это писатель Анатолий Трошкин. Анатолий, что натворили? Добрый день, дорогие друзья. Всё правда, Серёжа ни слова не соврал. Дело в том, что у меня есть такой материал, дедушкина сказка. А мои внуки уже выросли, и я прихожу в зал, наблюдая за теми, кто ещё маляменький совсем, и чё-то, так сказать, постоянно подправляю в этой сказке. И вот сейчас уже довёл её, ну, не знаю... До совершенства. До совершенства почти, на следующий год опять присмотрюсь. Да я чё тут, чё тут хвалить? Надо, как говорится, на суд читателя, да? Что на сегодняшний день? Что это представляет себя на сегодняшний день? Значит, нынешний дедушка пытается рассказать сказку нынешним внукам. Ребятушки, вы же себе так головы проломите. А вот вы лучше усаживайтесь поудобнее, я вам сказку расскажу. Весёлую. Нет, я знаю. Ничего не перепутаю. У кого, скажу, ты с кем разговариваешь? Вот и помолчи. Кто гунявый? Кто гундоцый? Помолчи, я сказал. Сам ты сукин сын. Ну вот, ага. Жили-были мужик с бабою. С бабою. Нет, он с бабою жил. Уж у него такая ориентация была. Да, это давно было. Ну вот, ага. Жили они и то. Жили, песни пели, да плясали в присядку. Нет, в критические дни тоже. Крылышками. Помолчи, я сказал. Жили-были мужик с бабой. И было у их три сына богатыря. Почему не было? Не прокормишь? А было их два сына и одна дочь. Она мало ела. Старший умный был детина, средний был и так и сяк. А девочка вовсе была дурой. Что-то нехорошо получилось насчет девочки. А было их две дочери красавицы и один сын. И вот кто-то повадился ходить к ним по ночам. Нет, нет ни к дочерям. Кто-то повадился ходить к ним по ночам пшеницу воровать. Да, остальное все уже разворовали. Помолчи, Катаржанин. Про что мы сейчас? А, его, значит, как-то курочку их несла яичко. Да не простое. Нет, нет ни с сальмонеллой. Безбешенство. Золотое. Мышка бежала, хвостиком махнула. Кому-никому. Нет, ни на шухере. Помолчи, не доводи меня. Жили-были мужик с бабой, понял? Было их две дочери красавицы. И один сын, дурак дураком. Вроде тебя. Нет, нет, он потом царем не станет. Шон и Руси. Завидим, что царем обязательно дурак станут. А этот не станет, так дураком и помрет. Жили-были мужик с бабой со своей. Со своей. Он со своей жил. Ну и шо, шо, кругом порнография. А у нас сказки веселые, вот он жил со своей. А шо плохого-то? Шо одно и то же. Какую осконную. Помолчи, я кому говорю. Жили-были мужик с бабой. Не надо мне подсказывать. Я знаю, что сейчас не принято. Уже, шо он меня учить будет. Жили-были один господин. С одной бабой. Нет, с одной. Нет, не с двумя, с одной. Ну все, я тебя предупреждал по-хорошему. Тут и сказки, конечно, что слушал молодец. Кажет не веселый. А разбогатели-то все. Разве я не сказал? Разбогатели. Мужик испил живой воды и пошел это... Нет, нет, не пустые бутылки собирать. Но он нашел сто тысяч долларов. Где? В кармане у бабы. С сыном только у них беда приключилась. Стал он помогать людям и пропал. Собрался всех по миллиону, чтобы вернуть подло. И пропал беда. Зато дочери подружились с дилером. Или с киллером. Так, детска. Правильно, с суденером. И стали они все жить-поживать, добро пропевать. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хотелось бы представить детского композитора, который пишет детские песни. Это Александр Пенегин. Александр, ну и у нас все участники фестиваля рассказывают какие-то истории. Я очень жалею, что уехал уже Андрей Усачев, ваш постоянный компаньон и соратник по дуэту, если так можно сказать. Но все-таки может быть какая-то история, а раз уже гитара в руках, то, наверное, и песня. Трогательная история. Жил-был у бабушки серенький козлик, Жил-был у бабушки серенький ослик, Вот так, вот так, серенький ослик, Вот так, вот так, серенький ослик. Жил-был у бабушки серенький котик, Серенький слоник и бегемотик Серенький зайчик с серым медведем В общем, не скучно было с соседями Александр Берегин, спасибо большое А может, вот всё-таки фотографию на память сделаем? Да, фотографий на этом фестивале русской сказки в городе Суздаль было много Так же, как и встреч с артистами и зрителями, маленькими и взрослыми, в кинозале и просто на улице И три фестивальных дня пролетели очень быстро Иногда мы, живя в таких крупных мегагородах, как Москва и Санкт-Петербург В которых так много различных событий, премьер, театров и праздников Даже не догадываемся о том, что в русских деревнях, посёлках и небольших городках Которые по праву можно назвать душой и сердцем России Живут такие же, как и мы люди Им хочется петь, танцевать, веселиться Им очень нужны, особенно детям, такие фестивали, какой прошёл в старинном русском городе Суздаль Второй национальный фестиваль русской сказки Ведь фестивальная жизнь на некоторое время как бы объединяет всех людей Неважно, гости они, участники или просто зрители Связывает их какими-то невидимыми ниточками А когда это всё заканчивается, то становится немножко грустно Но остаётся надеяться на новые встречи, знакомства и будущие телевизионные передачи Так что, подводя итог, можно смело сказать Я на этом фестивале был, мёд пиво пил, по губам текло И даже кое-что в здравой памяти осталось ПЕСНЯ Поля в клуб Да Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-